МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Алена Гуричева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Первые результаты. Сегодня стало известно, как ноябрьские школьники справились с географией и литературой на ЕГЭ. Тарифы понизить Дмитрий Медведев провел всероссийский форум ЖКХ «Новое качество». Участие в нем приняли и ямальские представители. И лето с пользой в городе заработали трудовые бригады школьников. Премьер-министр России Дмитрий Медведев хочет ограничить рост платы за ЖКУ на ближайшие 4 года. Такое заявление глава правительства сделал в ходе всероссийского форума ЖКХ «Новое качество» в Челябинске. В своем выступлении премьер отметил, что за последние 9 лет актуальность мониторинга за сферой ЖКХ возросла в разы. 60% россиян сегодня недовольны качеством жилищно-коммунальных услуг. Премьер предложил усилить ответственность потребителей за своевременную оплату и вместе с тем ограничить рост платежей. «Я намерен дать поручение правительству ограничить в среднем по стране рост платы граждан за коммунальные услуги на уровне, не превышающем инфляцию. Причем на следующие 4 года, включая 2018 год. Это решение для экономики непростое, но от него зависит самочувствие, настроение огромного количества наших граждан», – отметил Медведев. Первые результаты по ЕГЭ, по географии и литературе уже известны. Посмотреть свои баллы выпускники Ноябрьска и их родители могут на сетевом портале «Город образования», а также на федеральном сайте ЕГЭ. Познакомиться с результатами можно и в школах, в департаменте образования города рассказали. По этим двум предметам ни один из ноябрьских школьников не набрал 100 баллов. Однако есть выпускники, не сдавшие ЕГЭ. Они подали сейчас апелляции. Заявление рассматривает Государственная экзаменационная комиссия. В целом, говорят специалисты департамента, старшеклассники хорошо справились с первыми экзаменами. Средний балл достаточно высокий. Центр общественного мнения выяснил, как люди оценивают качество школьного образования. Большинство голосов набрал ответ «среднее». Так считают 45% россиян. О том, что в России учат хорошо, ответило чуть ли не наименьшее количество респондентов – 13. 28% от числа опрошенных считают, что детей в школах учат плохо. И 14% затруднились ответить. Кстати, уже в следующем учебном году школьники будут изучать основы первой медицинской помощи. Новый предмет внесут в учебный план, возможно, уже осенью. Авторы идеи говорят, что старшеклассники подробно изучают анатомию, но никто их не учит применять эти знания на практике. Если бы все владели даже самыми начальными навыками реанимации, это бы спасло великое множество жизней. Порой даже нехитрая манипуляция способна помочь пациенту дождаться приезда скорой. Как именно учить оказывать первую помощь, придумывают в Министерстве здравоохранения. А сообщают об этом другие новости Первого канала. Трудовое лето началось у ноябрьских школьников. Это хороший повод до отъезда в отпуск и пользу городу принести и заработать на карманные расходы. Направлению на работу уже получили 250 ребят. Где трудятся подростки, узнавала Юлия Димова. Детей с мусорными мешками в перчатках встретить можно с самого начала лета повсюду. А в этом году их еще и можно отличить по форме. Теперь у каждого отряда своя. Это школьники, которые решили совместить полезное с приятным. И город очистить от мусора, и денег поднакопить. Порядка 11 тысяч рублей – такова зарплата за этот месяц. Причем заработать их можно не только в трудовом отряде, а, например, в предпринимательстве или же за помощь вожатым. Тук-тук, дверь открой, там и сумоходник злой. И на их месте, кстати, хотели бы оказаться многие. Поработать этим летом вызвались порядка 800 человек, но получили рабочие места не все. Значит, в первую очередь это семьи особых категорий – малообеспеченные, многодетные, опекунские, неполные. Людмила Батура в очередной раз объясняет детям, кого трудоустраивают прежде всего. И, к сожалению, счастливчиков не так много. Только в восьмой школе желающих набралось 76. В итоге работы обеспечат лишь 24 человека. Остальные же источник заработка будут искать самостоятельно. В прошлом году мне попалась работа в Руси. Пришла на ресепшн, спросила, есть ли вакансии аниматоров или еще какие-то подобные. Переговорилась с директором, мы заключили договор, и я работала аниматором. Только в этом году вакантных мест в Руси нет. Так что в поиске работы придется потрудиться. Кому через газету, кому через знакомых нужно поискать. Здесь уже дело везения. Ведь на всех желающих и работодателей в городе не наберется. Школьники, к тому же, еще и выбирают. Не каждому, к примеру, хочется трудиться в сельхозкомплексе. Непростой этот фермерский труд. Мы выбирали все внутренности. Столы, топоры мы мыли. Кроличьи лапки даже приходилось убирать самим. Полностью мыть все это помещение. Начальник управления по делам молодежи успокаивает. В этом году такую работу школьникам не предложат. Сельскохозяйственные комплексы пользуются популярностью. Именно трудоустройством. Дети выращивают цветы, дети занимаются выращиванием огурцов, зеленью. Да и сами дети не все к работе относятся ответственно. Уже есть первые уволенные. Бывает, даже уговаривают непосредственно наставники. Звонят и будят по утрам. Но таких единицы. Основная масса идет на работу с энтузиазмом. Вот эти, к примеру, школьники территорию карьера в поселке ХТПС убирают уже второй день. Ходишь, подбираешь. Главное, чтобы все тщательно делать. Если надо убираться, то мы убираемся. Говорят, не, ну, единственное то, что когда сильный дождь, ливень, тогда нам уже запрещают, чтобы не заболеть. Вот так, работа есть работа. Этим летом в Ноябрьске будет работать 8 трудовых отрядов. Для сравнения в прошлом был только один. Так что город охватит глобальная генеральная уборка. Только бы желание школьников к концу лета не поугасло. Как правило, в августе желающих потрудиться становится гораздо меньше. Юлия Димова, Анатолий Пресич. Новости нашего города. На Ямале в территориальном банке данных почти 40 тысяч вакансий. Эти цифры говорят о том, что в округе наблюдается снижение числа безработных. Об этом рассказала директор регионального департамента занятости населения Ольга Акинина. И подтвердила цифрами. В начале мая безработных на Ямале было 2429 человек, сегодня 2027. По итогам исследований в апреле среди регионов Уральского федерального округа самый высокий уровень безработицы в Курганской области. Ямал-Ненецкий автономный округ занимает последнее место в этом списке. Свыше 70 детей сотрудников «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» приняли участие в Дни открытых дверей компании, организованном в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Специалисты-нефтяники подробно рассказали о технологиях добычи нефти и о том, как она обрабатывается. Вместе с детьми на экскурсию отправилась и наша съемочная группа. Я хочу стать нефтяником, потому что это работа. Думаю, что будет интересно. Несмотря на свой юный возраст, дети уже размышляют о будущей профессии. Многие мечтают стать нефтяниками, как их мамы и папы. А вот такие Дни открытых дверей, которые «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаз» проводят регулярно, позволяют детям своими глазами увидеть, чем занимаются их родители на работе. Что такое нефть? Кто-нибудь понимает вообще? Видел нефть, трогал. Когда и как появилась нефть, кто и где ее добывает, и еще десятки разных вопросов. Ребятам интересно буквально все. Первое место – знакомство, управление метрологией и автоматизацией. Олег Храмов, начальник управления, рассказывает. В этом помещении контролируется весь процесс добычи черного золота. И даже разрешает потрогать приборы, понажимать на кнопки и пообщаться по рации. Позывные ему. Алё, алё, вы где? Решка, орешка, я за столом. Далее любопытные и любознательные направляются в управление геологией. Вопросов здесь не меньше. Где нашли эти камни, почему нефть разных цветов и как она пахнет? Геологи рассказывают, дети слушают внимательно. Ну а после серьезной лекции – неожиданное развлечение. Пять, четыре, три, два, один, поехали! Это уже другая лаборатория. Здесь проводят научные эксперименты. И сегодня участие в них принимают дети. Сегодняшнее событие, оно является традиционным для «Ноябрь с нефтегазом». Мы каждый год проводим встречи детей, сотрудников предприятия, с теми местами, с теми рабочими местами, где находятся их родители. Ну и для нас, наверное, самой главной наградой по результатам сегодняшнего мероприятия было бы то, чтобы ребенок, пройдя домой, смог сказать своему папе или своей маме, что я хочу быть нефтяник. Ну а дальше – к самой скважине. Это театр начинается с вешалки. А поездка на месторождение – сказки. Здесь безопасность превыше всего. Детворе только за радость. Теперь можно своими глазами увидеть, какое оно – черное золото. Это нефть. А вот внизу – это водичка. Но она еще не осела. Вот когда она осядет, тогда будет хорошее разделение. Я собираюсь, когда вырасту, стать нефтяником. Так же, как и все, добывать нефть. Изучать ресурсы. До этого видели нефть? Нет. Я первый раз вижу. И как у тебя впечатление? Довольно обостренное. Она такая горячая. Напоследок школьники увидели, как нефть очищается от лишних примесей. И, быть может, через десяток-другой лет все это для них станет привычным делом. А на производственные экскурсии будут ходить уже их дети. Я хочу сказать, что я нефтяникам! Юлия Димова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Мотокроссмены Ноябрьска достойно выступили в Каменск-Уральском на втором этапе первенства Уральского федерального округа. Отстаивать честь города и округа отправились 12 сильнейших гонщиков команды «Газпромнефть». В этот раз на одной из сложнейших трасс России они встретились с командами из Тюмени, Сургута, Кургана и Магнитогорска. Борьба получилась напряженной, погода внесла свои коррективы. Однако ноябрьским спортсменам удалось войти в тройку лидеров – общекомандное третье место. А совсем скоро мотогонщики «Газпромнефть» отправятся в Анапу. Там они продолжат подготовку к очередным соревнованиям. А между тренировками будут набирать сил, греясь на солнце и купаясь в море. Этот подарок гонщикам от компании «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Спортивно-оздоровительный лагерь, город Анапы, Вита. И там есть мототрасса. И они будут параллельно и отдыхать, и через день тренироваться на мотоциклах. Очень трасса сложная в Каменске. В первом заезде было сложно удержать третье и четвертое места. Во втором заезде было чуть-чуть полегче, но тоже было трудно. К этому часу все. О развитии событий смотрите в следующих выпусках новостей. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Одежда ведущему предоставлена индивидуальным предпринимателем Галиной Копач. Приглашаем посетить магазин «Инстинкт». Город Ноябрьск, улица Республики, 41. Время работы с 10.00 до 21.00 без выходных. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть»